он мужчина который впереди меня ехал он что-то боится дальше ехать и езжай дальше а я за тобой если что развернусь ну-ка 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 нет пожалуй туда не поеду пожалуй я туда не поеду он разворачивается ну все чувак застрял где мой фонарь налогный где мой налогный фонарь как я говорю тебя с собой взял пойдем помогать выталкивать нормально там развернуться нормально тут развернуться там снег очень толстый колеса просто тонут до смысл туда ехать нет тогда ну что ж дача дороги и с новым годом что ж на втором телефоне откроет навигатор а куда поехали-то развернуться же надо что ж ухты лысый салют а где он тут разворачивался вот здесь он разворачивался что ж попробуем тут тоже тут развернуться какая там дорога впереди вообще не проехать ух нормально едем так так яндекс карты вот поверил я вам что можно на гору подняться куда вы меня завели поедем в другое место поедем мы мы это я мой автомобиль взятый в аренду два моих телефона и рюкзак так ух ё-моё куда я заехал судя по яндекс карты мне вообще нахожусь где-то в лесу ну ладно так куда можно на гору доехать так куда можно доехать на гору сюда озеро сады поехали к озеру поехали к озеру как озеро это называется в общем пока прямо ух скользко-то как тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо тихо-тихо-тихо только пожалуйста снег не съесть пожалуйста не съесть снег я же тут в одиночку тебя не вытащу не зря мужик там остановился и сказал мне что стрёмно ехать дальше дорога ухудшается он местный у него садоводческое товарищество номер 3 с другой стороны гулял сейчас с собаками снега на снегоходах тут катаются ух блин чуть не соскользнув на обочину приключение начинается нет приключение продолжается абска как работает абска прекрасно так фоточку сделать отсюда да чё то как то не очень нет да ну нафиг поехали отсюда быстрее и лучше не быстрее лучше медленно и аккуратно коробка в положении двоечка нет коробка в положении единичка тормозить двигателем с горы будем на любых автоматах на старых автоматах есть прекрасная штука в принципе ног тоже если у них скаталка есть вручное приключение на старых автоматах есть прекрасная штука там помимо драйва есть еще три помимо драйва есть еще положение рычага напротив цифр 4 если современный автомат 5 ступенчатый если 4 ступенчатый старый автомат то драйв рычаг в троечку максимальная третья передача рычаг в двоечку максимально вторая передача рычаг в единичку максимально первая передача зачем вообще нужен этот режим на автомате например для спуска с горы торможение двигателем чтоб коробка не переключала чтобы при ускорении автомобиля коробка не переключала передачу вверх ставим троечку двоечку и отпустив педали газа машина тормозя двигателем будет ехать с горы зачем тормозить двигателем когда едешь с горы потому что если ехать с горы на тормозах они перегреются а перегретые тормоза не тормозят и поэтому перегрев тормоза можно просто с горы улететь и тормозить уже либо об дерево либо об любой предмет лишь бы вообще никуда не улететь с обрыва или в какую-нибудь встречную машину 200 метров верните налево спасибо поэтому включаем на коробке пониженный ряд едем тормозя двигателем иногда подтормаживая еще один вариант когда полезно переключить коробку в этот режим это когда по трассе едешь это когда едешь по трассе и хочешь обогнать какой-нибудь автомобиль и вместо того чтобы прожимать педаль газа в пол чтобы сработала кнопка кикдауна кнопка кикдауна это кнопочка такая в полу автомобиля если нажать газ в пол на автомате срабатывает эта кнопка и автомат переключается на одну передачу вниз чтобы обратно двигатель увеличить и ускорение там например так далее соответственно можно передавить через 300 метров поверните налево спасибо соответственно можно перед обгоном просто тупо втопить педаль в пол мотор взводит и поехали на оброн ну машина дёрнется некомфортно в общем это как-то получится часто кикдауна две передачи вниз перекидывает совсем по спортивным так что поверните налево блин ладно 1 километр 500 метров я надеюсь я смогу повернуть налево в следующий поворот маршрут перестроен спасибо через 200 метров поверните налево спасибо поверну не забуду соответственно едем по трассе впереди фуру надо ее обогнать из того чтобы давить педаль пол вместо того чтобы давить педаль пол рычажочек коробочки пальчиками переводим в режим четверочки или троечки оборот увеличивается и соответственно обгонять намного будет комфортней поскольку на оборотах У мотора будет больше мощности. Через 200 метров поверните налево. Будет больше мощности, будет больше крутящий момент, тяга. Соответственно, он завершится быстрее. Ты серьезно, ты думаешь, мне здесь повернуть? Нормально все с головой. Там вообще какие-то сугробы были. Кстати, у меня GPS-завес. Я еду, а стрелочка не будет, а не двигается. Та-дам! Поверните налево. Ну ладно, перебру. Смотри, какие елочки красивые. Прям как с открытки какой-то. Пушистые. 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 Через 200 метров поверните направо. Пушистые. А что там дальше по елочке говорят? Пушистые, мохнатые, лохматые, лаптатые. В детской книжках написали. В лицо стояли красивые, лаптистые, махнистые. Пушистые елочки. Поверните направо. А почему у меня в Яндекс.Картах женский голос? Что за непорядок? Дима Федя. Народ гуляет. Или домой идет. Так, прямо. Два километра прямо. Ладно, поехали. Два километра прямо. Блин, классно как. Вспоминая свои приключения пятилетней давности, когда в Inverse играл. Игра такая, в которой нужно играть с телефона. Но игра происходит в реальном мире. В этой игре специальные места портала. Они представляют из себя настоящие какие-то объекты в мире. Колодец. Здание. Сельхознауки. Какое-нибудь. Минобразование. Так, тут тоже дороги, наверное, нет. Я уже так подозрительно отношусь к тому, что перед машиной появляться начинают. Ну ладно, поехали. В общем, в этой игре нужно было захватывать порталы. Ставить туда свои резонаторы. Для того, чтобы их защищать от врагов. От своих. Порталы были разбросаны по всему городу. По всему миру. Вообще везде были разбросаны. Где были люди. Где хоть... В любом месте, где был человек с телефоном, с мобильным, он мог поставить портал. Так, мне кажется, дорога идет вниз. И уже точно город я не увижу с другой стороны. Кстати, навигатор прием. Ну ладно. Кстати, тут кто-то очень хорошо почистил дорогу. Прям идеально. Маршрут перестроен. Куда я еду вообще? А затем через 100 метров поверните налево. Куда вообще я еду? Тут вообще проеду. С недоходом катаются. Короче, не буду рисковать. Поехали. В общем, в этой игре нужно было захватывать порталы. Между порталами можно было... Три портала между собой можно было объединить в поле. Триугольник получается. Если линковать порталы цепочкой один за другим, можно хоть 250-ти шестиугольник сделать. Главное поле замкнуть. Выпс. Выпс. Поехали, поехали, поехали. Главное замкнуть поле колечком, чтобы образовался... Главное замкнуть все эти порталы колечком, чтобы образовался... Поле, накрывающее местность, соответственно, дает очень много энергии. Верните налево. Да, сейчас, конечно, будет упаять. Замкнуть поле над местностью дает энергию. Власть и все такое прочее. Насчет перестой. Чем больше поле, тем круче. А еще можно было делать вложенные поля. Поле над полем, над полем, над полем. Это вообще очень круто было. Через 200 метров вырежете. Все, приехали. Ну и высшая точка. И в общем, в этой игре нужно было ездить. Или ходить пешком на велосипеде или на метро. Чтобы порталы. Эти. Либо взламывать, если они вражеские. Либо ставить резонаторы, если порталы наши. А так как они были по всему городу, Подмосковью, России и вообще... Бывали такие у нас упоротые вещи, когда команда... А, у каждого портала есть ключ. Ты можешь кинуть линк на портал, только если у тебя есть ключ этого портала. Соответственно, ребята менялись ключами. Допустим, у одного парня был ключ от Тверского портала в Твери. У другого парня был ключ от портала в Рязани. У третьего был ключ от портала в Калуге. Треугольник огромный получался, да? Ребята обменивались этими ключами. Обменяться можно было только лично. Как обменяться ключом? Встретиться двум людям. Один выкидывает ключ из телефона на землю. А другой со своего телефона с земли его подбирает. По-другому его никак не передать. Соответственно, ребята обменивались ключами. И ехали на трех разных машинах в эти города. Соответственно, еще человек 200-300 подключалось для того, чтобы расчистить подходы к этим порталам. Чтобы линки кинутые ни с чем не пересекались. Там же такая тема. Линк не может пересекаться с другим полем. В общем, 2-3 дня подготовки, расчистки. Ночь, 2 часа на машине за рулем. Кидаем линки. И огромнейшим, огромнейшим, огромнейшим полем накрываем всю Москву. Это даже в новостях показывали. Это было очень круто. А сейчас я сделаю фоточки.